Приветствую вас, дорогие зрители. Мы находимся на конференции Московского городского отделения КПРФ, где вот-вот состоится выдвижение кандидата в мэры Москвы. Подробности в нашем репортаже. Сергей, как вы считаете, предстоящие выборы мэра, насколько велики шансы КПРФ и Леонида в частности? Сегодня перед всеми честными, здравомыслящими людьми, сторонниками социализма, москвичами таких взглядов, по сути дела, есть две альтернативы. Да, мы знаем, что выборы в Российской Федерации не являются эталоном честности, справедливости. Мы знаем все проблемы, проблемы электронного голосования. Но сегодня один вариант – это полное бездействие, это не участие в выборах, это подарок для наших оппонентов. Мы себе такой сценарий позволить не можем. Второй вариант – это поддержать и помочь тому кандидату, который наиболее конкурентно способен, идет с той программой, которая нам близка, а это программа, конечно, социалистических преобразований. Москва для людей, прекратить вот это беспощадное застраивание города, превращение его в каменные джунгли, в интересы крупного бизнеса, прекратить вот эту абсолютно неадекватную миграционную политику, прекратить уничтожение городской экологии. Поэтому альтернативой Собянину мы сегодня видим, конечно, кандидат от КПРФ, от наших союзников, это Леонид Зюганов, мы его давно знаем. Он много лет довольно эффективно работает в Московской городской думе, человек, который погружен в реальную проблематику, человек, который всегда нацелен на результат, не просто пропиарится, а постараться решить проблему до конца. Поэтому в данной ситуации самый правильный выбор, в этих выборах участвовать, поддержать кандидата от КПРФ и левых сил Леонида Зюганова и во время избирательной кампании постараться решить максимальное количество проблем в интересах москвичей. Я думаю, это уже будет здорово, если мы этого добьемся. Ну а на перспективу, конечно, показать, что есть альтернатива в целом тому курсу, который проводит правящая партия, ее лидеры. И это, конечно, курс на левый поворот. Это нужно и для наведения порядка в Москве и в стране в целом, и нужно в глобальном смысле для победы России, потому что сегодня олигархия, вот этот капиталистический курс, они мешают нам двигаться вперед. И это может закончиться очень плачевно. Поэтому сегодня мы говорим четко, для победы, для успеха и в Москве, и в России нужен поворот к социализму и поддержка тех кандидатов, которые такую программу выдвигают. А в Москве это, конечно, Леонид Зюганов. Что сегодня происходит с избирательным законодательством? Оно стало как залатанный тришкин кафтан. Перед каждым избирательным циклом меняются выборные правила, усложняются условия выдвижения кандидатов, становятся дороже выборные кампании, становится все сложнее контролировать сами выборы. Трехдневное голосование, дистанционное голосование, электронные списки избирателей, муниципальный фильтр, все это отдаляет избирателей от контрольных функций, которые должны быть гарантией честных выборов. В течение каждых пяти лет в городе Москве четыре года являются выборными. То есть мы постоянно с вами находимся в выборном напряжении и на пике активности. По-другому не получается. Так устроено законодательство. Несмотря на обозначенные выше сложности, мы будем участвовать в выборах мэра Москвы и приложим все силы для проведения тщательного контроля на всех этапах выборов. Итак, уважаемые товарищи, дорогие друзья, хочу вас, конечно же, в первую очередь поприветствовать и, конечно, поблагодарить за то, что выдвигаете и доверяете мне столь ответственную миссию. Кандидат на пост мэра Москвы от партии КПРФ – это, конечно же, очень большая честь. Но и очень большая ответственность, которую я прекрасно понимаю. Хочу сказать, что наш коллектив, наша партия, наш Московский городской комитет и наша фракция, мы идем на эти выборы абсолютно точно с чистой совестью. Мы не поддержали все людоедские инициативы и законы, начиная от поднятия пенсионного возраста, поднятия НДС до 20% закона, неуважение к власти и многие-многие другие. Мы с вами вносили десятки инициатив социального характера, такие как установление городского социального стандарта до 25 тысяч рублей, возврат индексации пенсии работающим пенсионерам, отмена штрафа для инвалидов за неоплату парковки и многое другое. Есть ли план по возрождению московской промышленности и науки, это что касается первого вопроса. И второй вопрос, что самое главное сейчас для властей можно сделать, чтобы помочь молодым семьям. Ну, в первую очередь, конечно, план развития промышленности у нас есть. Понимаете, промышленность у нас выглядит сейчас следующим образом. Значит, мы все 30 лет торговали природными ресурсами, значит, отправляли лес, значит, цветные металлы, газ, нефть. И нам, значит, как аборигенам все это вот в какой-то определенной форме возвращается обратно в виде высоких технологий. Я абсолютно уверен, что так быть не должно по одной простой причине. Вот давайте с вами возьмем Москву, так вот переместимся, Москва 1980 года. У нас жило тогда 7 миллионов 800 тысяч человек, работало тогда 4 миллиона, и по данным пенсионного фонда в обрабатывающей сфере работало 1 миллион 800 тысяч человек. Просто вдумайтесь в эту цифру, каждый второй человек работал на каком-то предприятии. Давайте перенесемся в Москву текущего года. Значит, у нас 23-й год, у нас 13,5 миллионов человек проживает, работающих у нас всего 7,5 миллионов человек. И по данным пенсионного фонда всего у нас в обрабатывающей сфере работает 650 тысяч человек. То есть каждый 11-й или каждый 12-й. Поэтому Москва и вообще российская промышленность за последние 30 лет страшно похудела во всех смыслах. И, конечно, первое, что бы я сделал, если бы стал мэром, это, конечно же, ввел мораторий на перепрофилирование промышленных территорий. Я вот сейчас на выступлении рассказывал о том, что у нас есть очень сильный неокр, есть очень сильный задел. У нас с вами в Москве сконцентрировано 40% национальных институтов, у нас 1200 крупных научно-производственных объединений, у нас с вами 180 профильных научно-исследовательских институтов, 35% вообще всех патентов, которые производятся на территории Российской Федерации, они производятся именно на территории нашей Москвы. Я до сих пор не понимаю, почему у нас нет нормальной программы развития промышленности, которая должна быть увязана на науку. И я абсолютно убежден, что нам необходимо сделать анализ научных коллективов, научных институтов, и у нас будет с вами понимание, что же все-таки из науки нам дальше нужно внедрять в промышленность. Есть такая штука, называется оффсетный контракт. Это возможность получить у предприятия предприятию гарантированный сбыт в обход 44-го федерального закона. Это ужасный, отвратительный закон, который стоял на страже, извините, последних 10 лет, на страже транснациональных корпораций. Поэтому я абсолютно уверен, что если мы сделаем хотя бы эти две вещи, мы точно сможем промышленности дать новый импульс в развитии. По поводу молодой семьи вы сказали, слушайте, у нас сейчас все от мала до велика, все дискутируют, что же у нас молодые, значит, что-то не рожают, что-то как-то вот все у них в этом плане плохо. Ну, и я как раз приводил пример по поводу, в общем-то, жилья. Смотрите, если взять стандартную программу, во-первых, за последние 4 года у нас жилье подорожало банально в 2 раза, и любая программа ипотеки – это 7-8%. Вы просто возьмите и посчитайте, за 20 лет у вас будет 160% переплат. Возьмите квартиру, представьте, в 2019 году квартира стоила 10 миллионов, которая обойдется вам в 2023 году с ипотекой, со всеми затратами, обойдется, если 10-20, получает 50 миллионов рублей. Вот теперь подумайте, почему, значит, не рожает дальше молодежь. Потому что все стало образование дорогое. У нас, значит, частный детский сад 70 тысяч, частная школа 110 тысяч. И баланс, значит, строительства объектов коммерческих, коммерческой инфраструктуры, он очень-очень плохой. И он совершенно не в пользу в сторону объектов социальной инфраструктуры. Мы должны строить больницы, мы должны строить объекты образования, мы должны строить детские сады и школы в первую очередь. И только во вторую, значит, вот это вот бесконечное коммерческое жилье.